Друзья, всем привет! С вами канал Вася на сене. Сегодняшний выпуск, наверное, один из немногих сейчас на нашем канале, который действительно позитивный. Я бы хотел снимать больше позитива, но, опять же, повторюсь, мы снимаем так, как всё происходит в реальной жизни. Дело в том, что я расскажу сейчас для зрителей, которые вот только пришли на наш канал. Дело в том, что недавно мы познакомились с одной девушкой, её зовут Даша. Она оказалась в положении и совсем одна в ужасной квартире, за которую большой долг образовался из-за того, что её отец алкоголик не платил за эту квартиру. Девушка работала на нескольких работах, собирала деньги, выплачивала долг и, к сожалению, не могла делать ремонт в квартире. Но это не самое страшное. Самое страшное, что просто через стенку в другой комнате жил вместе с ней её брат-наркоман. Девушка находится на восьмом месяце беременности. Отовсюду лезут его друзья, и в окна лезут, и в двери стучат по ночам. Такие же наркоманы, как и он. И, конечно же, она очень переживала, боялась. Хоть это её брат, но какой человек становится под запрещенными веществами, только не знаю, кому известно. Поэтому мы, наконец-то, нашли Даши квартиру. Мы долгое время искали, не могли подобрать нормальное жильё. Мы полностью оплатили ей проживание. И самое главное, что эта квартира подальше находится от брата. Она в прекрасных условиях теперь находится. У неё есть душ, туалет. Нет вот этого ужаса. Нет ощущения постоянной опасности. Всё это теперь в прошлом. И сегодня будет новоселье Даши. Вы сейчас сами всё увидите. Ещё хочу сказать об одном моменте, очень важном. Вы сами знаете, что скоро, скорее всего, Ютуб закроют. Мне очень не хочется сейчас как-то там ныть, жаловаться, что у нас дорогой контент, что мы там и одно делаем, и другое, и съёмки у нас дорогие. Ребята, кто может нас поддержать, тот поддержит. И спасибо вам огромное за это. Это не самое страшное, ведь в мире сейчас происходят вещи намного хуже. Вы сами об этом знаете. Поэтому ни в коем случае не хочу на это жаловаться. Но если Ютуб всё-таки накроется, вы в прекрасный день проснётесь, зайдёте на Ютубчик, а там пусто, то, пожалуйста, переходите по ссылке в Телеграм и подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там будут все выпуски, будут кусочки сюжетов, которые не вошли в основные выпуски. В общем, мы вас там всех будем ждать. Ну что, друзья, мы приехали сейчас к Даше. Да, она знает, что мы сняли квартиру, но она ещё не видела эту квартиру. Я надеюсь, для неё это будет большим сюрпризом, потому что вы сами видели ситуацию, но оставаться здесь – это просто как минимум опасно и для ребёнка, и для самой Даши. В общем, сейчас мы её забираем и едем показывать ей её новую квартиру. Привет, Даша! Привет! Как у тебя дела? Нормально. Нормально? Хорошо. Расскажи, видела ролик-то? Да, видела ролик, я в шоке, потому что люди стали меня находить и, ну, просто там, кто просто общается, кто хорошие слова, но, как ни странно, нету этого хейта, в плане никто плохого не пишет. Очень многие люди захотели поддержать Дашу. Мы оставим где-нибудь вот здесь номер твоей карты, Даша. Ты не против? Нет, не против. Вот, мы оставим номер карты Даши, если кто-то захочет её поддержать, может это сделать, где-то здесь появится, ещё в описании. Даша, ну, расскажи, вот ролик вышел, волнительно было вообще? Да, я скажу так, я поплакала. Первый раз смотрела, мне стало жалко себя со стороны, я плакала. Второй раз я смотрела, мне уже было более спокойней. Но, и комментарии я читала, мне было интересно, что люди будут писать. Ну, комментариев добрых больше. Добрых больше, да? Да, добрых больше, я реагирую положительно, потому что, как бы, ну... Конечно, конечно. Несмотря на то, что там есть, там бред всякий, но... Ну что, ты сейчас собрала вещи какие-то, да? Готова переезжать? Да, да. Да? Да. А, скажи, брат появлялся вообще? Да, был, проходил. Сейчас его опять нету дома, я не знаю, где он. Опять убежал куда-то? Да, и... Уже нету. Друзья, все мы сталкивались с блокировками сайтов за последние пару недель. Как теперь посмотреть любимый фильм на Нетфликсе или написать друзьям в Твиттер? К счастью, блокировку можно обойти, заменив свою геолокацию с помощью VPN. Я пробовал несколько бесплатных, но они сильно замедляли трафик. Мои друзья не раз советовали мне использовать качественный экспресс-VPN. Так что, в конце концов, я решился на покупку, и оно того стоило. Экспресс-VPN самый быстрый и стабильный VPN, который я когда-либо пробовал. С ним вам снова открыты все фильмы и возможность общаться с коллегами и друзьями в чатах. Сервис прост в использовании, вам требуется нажать всего одну кнопку, меняя местоположение. Ребята, очень важно использовать надежный VPN, особенно когда вы не знаете, кто отсматривает ваши действия в сети. Экспресс-VPN не только помогает вам разблокировать контент, но и перенаправляет ваш сетевой трафик через зашифрованные серверы. Поэтому никто не может отследить, какие веб-сайты вы посещаете и сколько времени вы проводите на них. Я доверяю экспресс-VPN, потому что они лидеры рынка. Их политика конфиденциальности и безопасности подтверждена многочисленными независимыми экспертами. Приобрести экспресс-VPN можно обычными для нас способами. Через Kiwi кошелек или UnionPay. Я оставляю ссылку в описании, по которой вы получите бесплатные 3 дополнительных месяца экспресс-VPN. expressvpn.com Вася на сене. Чего вы ждете, друзья? Воспользуйтесь возможностью открыть себе свободный интернет. Расскажи, пожалуйста, вот ты нам звонила, когда мы приезжали, тебя здесь не было. Что же все-таки произошло? Ну, я, во-первых, сегодня полночи, ну как полночи, с вечера, наверное, часов с 10 и до 5 утра у меня то штук в дверь, то еще кто-нибудь. И искали моего брата. То есть я в положении раз выгнала, два выгнала, но последний стук и звонок был в 5 утра, то есть его пытались найти, но он сам пришел пол шестого и для меня он был неадекватен. То есть я стараюсь его не трогать. Как бы понятное дело, что привет-привет и все, то есть на этом он лег спать и вот проспал, получается. Мы ему предлагали пройти реабилитацию, но ты знаешь, что он на ответил, наверное, он отказывается. Он сказал, что все нормально, я все контролирую. Вы не первый, кто пытается это сделать. У меня есть двоюродная сестра, и мы предлагали ему как-то один раз, но получилась дурацкая ситуация. Он не захотел, на один момент, когда мы перевернули всю квартиру здесь, мне девочка вызвала полицию, и он просто, получается, взял и говорит, я все, я буду лечиться, все хорошо, только пусть меня не трогают. Он просто молча убежал с первого этажа, да, просто убежал и все. Такие люди, к сожалению, наверное, ему нужно, чтобы он сам принял это решение, переосмыслил и понял, что это нужно ему, а не мне, допустим. Ну, возможно, но ты представляешь, как принять решение, когда в голове хаос. Ну, там, да, после такого хаоса, и трезво мыслить вот в такой, как тебе сказать, в таком физическом состоянии, как у него вообще невозможно. Потому что я его видел, это что-то страшное, да, мне не приходилось ими делать с наркоманами, но это ужасно. Тут не просто, как бы, еще наркотики, эти психическое состояние, как бы, но у него тут все вместе наложилось, как бы, да, ну, сложнее всего, поэтому... Ну, ладно, сейчас можно сказать, мы готовимся в новую жизнь, да? Да. Ты как вообще, как у тебя ощущения? Страшно. Да? Очень страшно, потому что я привыкла к этому месту, я, по сути, даже не знаю куда, сразу скажу, и очень волнительно, потому что я еще не осознаю, видимо, что... Ну, переезд, ну, да, хорошо, прекрасно вообще, да, как бы... Переживаешь? Очень страшно, да, потому что я не знаю... Ну, мы тебя будем поддерживать, и я думаю, многие зрители тебя поддержат. А сейчас надо думать не только о себе, но и о ребенке, вот поэтому... Конечно, и в том месте ему просто будет безопаснее. Да, поэтому я все-таки не только ради... ну, не за себя сейчас больше, а за ребенка, поэтому, да, придется... Решение придется принимать, и надо это делать. Правильно. А, допустим, сделать какой-то здесь ремонт косметический, вот я как советую, и потом просто поделить эту квартиру, да, свою какую-то часть продать, я даже... можно же так сделать вообще? Думаю, что можно, но нужен юрист, это единственное, что да, у меня как бы юристов нету. Ребята, также, если кто-то может проконсультировать Дашу, здесь вот тоже сейчас будет где-нибудь мейл, куда вы можете написать и дать советы Даши по разделению этой квартиры, да, чтобы она смогла продать свою часть, и все-таки как-то с братом, ну, не жить здесь. Мне сегодня уже предлагали переехать ее, мы уже поражали. Да? Да. Один меня, подписчик, хочет забрать к себе. Да? На самом деле это... и многие именно мужчины пишут, я бы тебя забрал к себе. Ну... Я не знаю, как на это реагировать. Да, понятно, да. Что это очень неожиданно, правда. И странно. Да, то есть, как бы... Я просто думала, что не все такие, видимо, мужчины, а тут есть те, кто готовы принять даже. Ну да. В общем, друзья, суть такая, мы сейчас переезжаем на новую квартиру, мы будем оплачивать эту квартиру несколько месяцев, пока здесь будет идти ремонт. Я думаю, что рациональным решением все-таки, даже если ты сделаешь ремонт, жить здесь с ним, ну, небезопасно. Ну, понятно. И с юридической точки зрения мы обо всем узнаем, я думаю, вот эту часть просто ты продашь, ну вот, и, ну, разменяешь на какую-то другую квартиру. Да, я видела комментарии под видео, то, что, да, надо разменять, надо продать. То, что я сейчас видел, понимаешь, этого человека, это реально страшно. Даже, допустим, он ничего, может быть, тебе и не сделает, а его друзья, которые лезут изо всех щелей... Да, это очень страшно. Я сегодня впервые за долгое время, я до этого не была, когда беременна, я видела, как это, но я была... Физически я могла хотя бы дать отпор сейчас, мне страшно не за себя, за ребенка, потому что я не знаю, что у людей в голове. Они могут толкнуть, и все, извините меня, но... Короче, пока что, ребята, просто мы помогаем Даше в снятии квартиры, и параллельно здесь какой-то небольшой косметический ремонт для того, чтобы просто ее продать хотя бы подороже. Да, чтобы хотя бы... Вот и все. Чуть-чуть, да, я тоже об этом думаю, что продать все-таки будет единственным моим спасением, чтобы уже не возвращаться сюда. Мне это надо. Конечно. Ладно, все, не будем тратить время, надо собираться. Так. Так, сейчас мы это возьмем. Потому что их надо перестирывать, их надо переглазить. Да, Димана, ты тогда вот эту, да, пачечку? Так. А свои вещи я сейчас куда-нибудь... Угу. Ну что, друзья, просто всю машину мы заполнили детскими вещами. Даша уже готовится. Вот. Поэтому всего очень много. Все, загрузились, мы отправляемся. Расскажи. Да. Внутри. Внутри. Твое. справиться со своей зависимостью или надо как насильно уже вести я надеюсь что он все-таки сможет не просто там побороть себя в плане в этом плане но и согласиться на реабилитацию ему это очень нужно такие люди сами как бы им тяжело понятное дело что ему ему все помогают но блин я не знаю он не цель не кажется эти помощи он пока не понимает думать что он сам сможет дать порядке у него все в порядке он не болен да он не видите со стороны просто да я себя со стороны увидела не стало себя жалко он может увидит себя в ролике и поймет может быть но когда ты выговорилась и вот да стало намного легче я поняла что мир не без добрых людей и вот это вот поддержка даже элементарно от моих знакомых знакомых как бы она мне была нужна на самом деле да стало намного легче то есть я перестала это себе копить если раньше об этом знали самые близкие друзья сейчас знает все вся страна практически так скажем то есть ну вот намного легче да ты не хочешь чтобы мы дом снимали чтобы не не нашли да не очень хочется знать что как бы те кто не помогает они все равно найдут до самые мои же знакомые там это прекрасно знаю что вот а так не очень хочется будет даже не надо не будем как друзья не будем показывать что за дом ну вот сейчас покажем уже зайдем внутрь где будет жить даша круто круто да это не знаю лучше лучше даже представить не могла правда да для ситуации который я как бы находилась это прям вау то есть ты молчишь девушка вот из риэлторской компании тоже до посмотрела выпуск я посмотрела я в шоке серьезно никто не знал знали только самые близкие друзья это подруга детства и родители как бы мы можем чтобы встретиться тогда и вот как раз да если получается у меня есть такие дни когда мне больницу допустим у меня рано утром и через дня я все равно нахожусь в области что просто я понимаю что например я послушала историю и когда ты будешь находиться в четырех стенах одна вот здесь это все будет накатывать у меня даже слезы сейчас накатывает это будет накатывать я знаю я сижу в комнате я у себя в комнате элементарно сижу я общение вот лежит телефон ты сидишь смотришь на раз в одну точку да и это сложно эмоциональные не сдерживается не из нервничать и я же понимаю вот и вот этот вопрос мы можем проработать мне нужен да был психолог я давно об этом задумалась и что ну это судьба и как раз вы подружились обменялись телефонами поэтому да я обязательно напишу если буду в области обязательно чем с 1 1 первым делом займешься ну я наверное по мою полы это первое мы тут наследили все насчет ну несу себя по стене да и разберу вещи детские уберу хотя бы их просто элементарно куда-то и потом уже постираю и поглажу у меня пока еще есть время на это мой срок не такой большой 34 недели еще я очень рада что все таки переехала и мне никто не будет твой мне нужно было спокойствие моем положении да я я буду чувствовать себя спокойно своих какой-то зоне это мое я могу это моя зона как бы где я могу просто побыть наедине с собой элементарный почувствовать себя спокойно уверенно что меня никто не тронет никто не разбудит никто в окно не залезет до никто не в окне не залезет что-то во-первых не первый этаж первый этаж да и идеально да как бы в общем теперь у тебя есть друзья уже вот девушка да познакомилась с ней очень приятный человек и если что нам звони тоже все мы не будем больше тебя напрягать тебе надо сейчас отдохнуть большое всем спасибо за помощь за поддержку это было очень необходимо очень важно не люди до сих пор пишут я это вижу и понимаю вот мы оставим дашин mail пожалуйста пишите если кто-то хочет просто помочь пообщаться да я думаю тебе будет интересно я рада буду пообщаться и сказать большое вам спасибо хорошо ладно все побежали мы давай все пока ну с машинкой ты тут справишься да я думаю все окей пока ну что ребята я уезжаю домой очень рад за дашу я вижу как поменялось ее психологическое состояние насколько ей стало легче насколько вот прямо она радуется всему и у нее появилось сейчас много друзей много поддержки со стороны огромное вам ребята спасибо ну огромное реально я считаю мы сделали отличное дело помогли даши и еще одному маленькому человеку который находится у нее в животе спасибо что смотрели этот сюжет подписывайтесь это огромная поддержка для нас всем здоровья всем удачи